Заседание Совета глав государств СНГ с минуты на минуту начнется в Кремле. Лидеры встретятся в узком формате. Планируется, что за закрытыми дверями главы государства меняются мнением о взаимодействии в рамках Содружества и одобрят председательство в объединении в следующем году. Проектом решения предусмотрено, что такие функции на себя возьмет Таджикистан. Следующий саммит предлагается провести в Душанбе 10 октября 2025 года. После общения ТЭТАТЭТ к лидерам присоединятся делегации. Ожидается, что в широком составе будет принято заявление в связи с предстоящим юбилеем победы советского народа в Великой Отечественной войне. С докладом по этому пункту выступит Александр Лукашенко. Такое решение было принято в связи с тем, что Беларусь из республик бывшего СССР является одной из наиболее пострадавших от гитлеровского нашествия. По итогам саммита планируется подписание ряда документов. Мы продолжаем следить за событиями в Кремле. В Москве работает и наша съемочная группа. Больше подробностей в следующем выпуске новостей. Сохранение исторической памяти и социальная поддержка многодетных, выплата алиментов. Вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в этой сфере посвятили телефонную линию в Совете Республики. Ежегодно в канун недели родительской любви парламентарии проводят ряд мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей и статуса семьи. Прямая телефонная линия – это первый этап. В работу включились одновременно все сенаторы. Из самого утра отвечали на поступившие телефонные звонки. Обращались жители разных регионов. Поступили вопросы, касающиеся жилищной политики, поддержки многодетных. Среди предложений – возможность продления сроков выплат алиментов детям до окончания учебы. Механизм поддержки родителей постоянно совершенствуется, учитываются пробелы в законодательстве. Определять их в том числе и помогает такая обратная связь с населением. Для нас вопросы, которые вынесены на сегодняшнюю прямую телефонную линию, важны с точки зрения того, что мы фактически приступили к работе над рассмотрением и формированием рассмотрения проекта республиканского бюджета, бюджета фонда социальной защиты на следующий год. Поэтому с учетом комплекса системы форм социальной поддержки, которые касаются брака семьи, я могу с уверенностью сказать, что тот приоритет социальной направленности сохраняется и на следующий год и позволит выполнять все социальные гарантии, которые у нас закреплены во всех наших действующих нормативных документах. Следующим этапом в рамках недели родительской любви станет проведение парламентариями встречи с многодетными семьями со всей Беларуси. Продолжит праздничную эстафету ежегодный разговор о важном. Счастливая семья – сильное государство. Он состоится в Полоцке в Софийском соборе. Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень. Армия обороны Израиля заявила, что расширяет наземное вторжение в Ливан. Подразделения Цахал вошли в юго-западные районы страны после девяти дней боев на восточной стороне границы. Местным жителям приказано срочно покинуть дома и перебраться на север. Им запрещено возвращаться до специального объявления. Все это произошло после того, как ночью пригороды Бейрута подверглись новым масштабным авиаударам. Как сообщили в командовании израильской армии, в результате налета был убит командир штаба Хизбалы, который отвечал за логистику и поставки оружия из Ирана, а также его распределение среди подразделений движения. По данным ливанских властей, из-за постоянных бомбежек покинули страну или перебрались в безопасные места 1,2 млн. мирных жителей. Погибли более 2 тысяч человек. В Литве началось досрочное голосование на выборах в СИИ, высший законодательный орган страны. Оно будет проходить три дня. Все избиратели смогут прийти в назбозначенные места досрочного голосования, независимо от того, где они зарегистрированы. Несмотря на то, что кампания только началась, местные журналисты уже провели экспресс-опросы у избирательных участков, чтобы узнать, из-за какие партии кандидатов литовцы готовы отдать свои голоса. И большинство из запрошенных высказали удивление количеством президентов на места в парламенте. О многих из них никто никогда ничего не слышал. Бюллетени пестрят фамилиями популистов и маргиналов. Некоторые избиратели признались, что давно не верят обещаниям политиков и отдают голос за знакомых и проверенных кандидатов. Добавлю, что на 141 место в Сейме претендует представители 14 партий и около 2000 политиков. Основной день парламентских выборов – 13 октября. Тренд на старение населения затрагивает каждую страну Европы и наше не исключение. На это влияют две основные причины. Растет качество жизни, а соответственно ее продолжительность, отмечается и снижение рождаемости. Сегодня этим вопросом была посвящена дискуссия в Палате представителей Национального собрания. Демографические сдвиги находят отражение в государственной политике. Она направлена на дальнейшее развитие социальной защиты, а также стимулирование возможностей и потенциала пенсионеров. В нашей стране уже четыре года работает специальная национальная стратегия. Как результат, пожилые люди стали больше заниматься спортом и активно включаться в объединение по интересам. Депутаты предлагают усовершенствовать законодательство, особое внимание нормативным актам, сферах здравоохранения, социальной поддержки и обеспечения. Здоровье – это ключевое. Будет здоровье, будет и активная, интересная жизнь. Но здесь мы больше акцент говорим все-таки на модель профилактика заболеваний. Это и профосмотры, это и популяризация активного, здорового образа жизни. Мы говорим о вопросах занятости, создания условий для работы людям, которые достигли пожилого возраста. В отношении Межведомственного совета я хочу сказать, что здесь координация действий в отношении людей, которые испытывают трудности. Это не только социального какой-то направленности, но дело в том, что человек с годами, особенно после 75 лет, он нередко требует не только медицинской, но и социальной поддержки, то есть ухода. Поэтому вот именно эта вот группа, так сказать, маломобильных людей, которые потеряли свои силы и требуют поддержки, это, наверное, точка приложения, которое в настоящее время требует большого акцента. Многие из белорусских пенсионеров сегодня активные и позитивные люди, которые бы хотели принимать участие в общественной жизни. Важно создать условия для их самореализации, уверены парламентария. Эхо войны в Барановичах. Недалеко от железнодорожного вокзала в городе в следующем месяце заложат аллею памяти. Когда готовили территорию для посадки деревьев, были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Более сотни взрывоопасных предметов успешно утилизированы. Теперь на земле, которая их скрывала 80 мирных лет, появится такое же количество берез, как напоминание о сохранении мира. Охотничьи трофеи, фотоснимки и современная и старинная техника. Обновленный музей лесного хозяйства открыт в Воложине. Экспозиция уже несколько лет, а за последнее время она существенно дополнена. Каждый из пяти разделов посвящен отдельной вехе развития отрасли. Есть оснащенный кабинет лесничего. В помещении с трофеями представлена фауна района. Зал с фотографиями и газетными публикациями знакомит с трудовыми достижениями работников. Музей будет работать во все будние дни, кроме выходных. Принимаются и заявки от организованных экскурсионных групп. В Грудно в рамках акции «Сердечная открытка для мамы» отправить послание для самого дорогого человека могут посетители одного из крупных торговых центров. Там развернулась праздничная почта, услуги которой абсолютно бесплатны. Дизайнерские открытки можно послать в любой уголок Беларуси. Организаторы гарантируют, что все поздравления прибудут без опозданий. Ко дню матери, который отметим 14 октября. Возможностью согреть любовью родного человека через теплые струки уже воспользовались десятки человек. Очень милая акция, но сам ты на почту вряд ли пойдешь. А тут, получается, во время обеда забежала, и как бы захотелось маму порадовать, напомнить ей праздники, о том, как сильно ее любишь. Участвует от совершенно маленьких до взрослых людей. Отправка абсолютно бесплатная по Республике Беларусь. День матери в Беларуси отмечается с 1996 года. Этот праздник подчеркивает уважительное отношение беларусов к материнству, сохранению традиционных семейных ценностей. Является своего рода признанием огромного вклада женщин-матерей в развитие общества и государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова